Для спасения жизни пациентов с болезнью сердца важен тот самый золотой час. На счету каждая секунда. А потому в критической ситуации жителю Новоспасского района ехать в областной центр все равно, что играть в русскую рулетку. Принято решение построить на базе действующей районы больницы сосудистый центр. По поручению главы области он не должен уступать аналогичному центру в Ульяновске. Кроме того, Алексей Русских отметил, в планах оборудовать современное реанимационное отделение. К сожалению, исторически так сложилось. У нас в учреждении никогда не было отдельного помещения реанимации. А оно в первую очередь является в том числе и региональным сосудистым центром первым зеленом оказания местной наглодной помощи. Решить эту проблему мы можем. И сейчас ищем способ тоже вступить в программу, в федеральную программу развития инфраструктуры здравоохранения. Федеральное финансирование в здравницу привлекают и по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». На полученные деньги руководство больницы может обновлять материально-техническую базу учреждения. Осмотрели Новоспасскую больницу. Там закуплена сейчас новая оборудование для проведения операции на сердце. Из пяти соседних районов планируется, что пациентов будут доставлять именно сюда. Для всех пациентов уже доступна стационарная цифровая ангиографическая система экспертного класса. Обошлась такая машина в 65 миллионов рублей. Благодаря новому оборудованию руководство больницы региона стало еще на шаг ближе главной задачи – снизить смертность от болезни системы кровообращения, от таких острых заболеваний, как инфаркт и инсульт. Новоспасский район находится достаточно далеко от городских учреждений, где могут оказываться рентгеновоскулярные высокотехнологичные вмешательства. То есть плечо эвакуации превышает 2 часа. Соответственно, оказывать медицинскую помощь ее надо приближать к пациентам. И коллеги здесь могут совершать не только оперативные вмешательства на сосудах сердца, но также стентирование брахиоцефальных сосудов, что является профилактикой инсульта. По словам медиков, при инфаркте и инсульте нужно действовать незамедлительно. Если весь процесс лечения пациента укладывается в 2 часа от момента сердечно-сосудистой катастрофы до проведения самой операции, то жизнь пациента будет спасена. Александра Никитина, Управда ТВ.